Первый этап это штукатурка голых стен. Штукатурка, опять-таки, самый важный этап из всех этапов выравнивания стен. Она предназначена для создания геометрии. Во-первых, мы выравниваем стены строго по вертикальному уровню. Мы обеспечиваем параллельность стен в комнатах, в помещениях нашей квартиры, нашего дома. Мы делаем углы ровно 90 градусов, то есть прямые углы в тех комнатах, в тех помещениях, где это необходимо. С помощью штукатурки мы выравниваем размеры всех дверных проемов. Высота дверных проемов должна быть одинаковая и ширина дверных проемов тоже должна соответствовать определенным стандартам. С помощью штукатурки мы также выравниваем толщину стен в местах дверных проемов, глубину оконных откосов. Также с помощью штукатурки мы контролируем и обеспечиваем ровные линии примыкания. О чем речь? Линии примыкания бывают между двумя стенами. Как они зовутся? Как вы думаете? Линия примыкания между двумя смежными стенами – это угол. И угол должен быть ровным. Соответственно, качество угла зависит от качества каждой из стен. Можете себе это представить. Берем две стены, совмещаем их и получаем либо ровный угол, либо заваленный, либо прямой, либо волнистый. Также задача штукатурки… А, еще один момент. Есть также линии примыкания между стенами и потолком. И также линии примыкания между стенами и полом. Если у нас там будут плентуса и карнизы потолочные, напольные, там немножко задача может упрощаться, но не всегда. Об этом чуть позже. Также задача штукатурки – это обеспечить острые углы. Как внутренние углы, так и внешние. Представьте ситуацию. Если в вашей квартире ровненький острый угол, такая ровная грань, то это выглядит красиво. А если он скругленный, если он не острый, то это, конечно, выглядит некрасиво, неряшливо, не по-дизайнерски. Поэтому мы всегда требуем от штукатурок, чтобы углы были остренькие. Как этого добиться, я вам расскажу. Итак, как вы думаете, почему стены должны быть прямыми? И что значит прямая стена? И второй вопрос. Всегда ли нужно выравнивать стены по вертикали? Ведь не секрет, что если мы откроем прайс-листы штукатурный бригад, у них всегда есть две цены. Одна цена – это визуальное выравнивание, или подправило называется. Выравнивание подправило. И есть также выравнивание по маякам. То есть это строго вертикальное выравнивание. В чем же разница, имеет ли смысл переплачивать за выравнивание по маякам, потому что оно всегда стоит заметно дороже. Давайте разбираться. Если у нас стены завалены по вертикали, хотя бы одна стена, вот эта ровная, идеально ровная, вот эта вот заваливается, мы получаем заваленный угол. То есть угол у нас представляет собой не вертикально ровную полоску, а полосочку наискосок. К чему это приводит? Вот посмотрите на этот слайд с обоями. Мы сразу визуально видим, что угол завален, что у нас имеется ассиметрия рисунка обоев. И это, конечно, некрасиво. Вообще большинство видов обоев имеет какой-то строгий геометрический рисунок. Там есть ряды вертикальные, горизонтальные, больше половины видов обоев. И всегда, если угол завален, даже вот по рисунку этих обоев мы видим, что что-то здесь не то, что-то некрасиво. Поэтому, если вы хотите красивый ремонт, вы должны настаивать на том, чтобы угол не был завален по вертикали. Но обратите внимание, угол не обязательно может составлять 90 градусов. Он может быть тупым, он может быть острым. Но если две стены, которые его образуют, обе они строго вертикальны, значит и угол будет вертикальным. При этом, еще раз повторяю, ему не обязательно быть прямым для того, чтобы быть вертикальным. Так вот, какие еще бывают у нас проблемы, если стены завалены? Мебель, которая всегда устанавливается строго по вертикали, в этом случае не встанет плотно к стене. Стена-то у нас не вертикальная. У нас будет чель, либо сверху, либо снизу. И, конечно, это выглядит чудовищно. Боковины и дверцы встроенных шкафов также будут показывать чели, потому что здесь также речь идет о мебели. Встроенные шкафы, шкафы-купе. У них дверцы всегда ходят вертикально. И приходят они вертикальной гранью, должны приходить именно к ровной плоскости. Если у нас вертикальная грань шкафа, дверцы шкафа приходят к заваленной стене, мы эту щель сразу увидим. Межкомнатные двери не смогут встать к стене без щелей по той же причине. Межкомнатная дверь, чтобы она спокойно, ровно открывалась, чтобы дверь у нас не захлопывалась, не ходила, а замирала в одном и том же положении, дверь по правилам всегда должна вставать строго вертикально. Соответственно, представьте, дверь у нас стоит вертикально, а стена не вертикальна. Мы неизбежно получим щели. Оконные откосы не будут ровными. Что это значит? Значит, окно, так же как и дверь, устанавливается строго по уровню в трех плоскостях. Поэтому откосы оконные должны также быть строго вертикально и здесь строго горизонтально. Если у нас окна стоят ровно, если в соответствии с этими окнами поставили ровно откосы, но стена при этом у нас завалена, стена, в которой есть окно или стена, которая смежна этому окну, мы эту разницу сразу увидим. Заваленные углы. Ну, эту картинку мы уже с вами видели. Вот яркий пример на слайде. Геометрические обои. Заваленный угол сразу виден. По рисунку обоев.